добрый день дорогие друзья эта программа тема дня на канале тонн тв сегодня в студии михаил юровский экономическое положение ирана не самое хорошее в то же время официальный представитель мид ирана пахрам гасими исключает возможность прямых переговоров сша я цитирую информационное агентство ирна иранская возможно некоторые круги в сша высказывают такие пожелания однако в нынешней ситуации когда сша вышли из совместного всеобъемлющего плана действий продолжают проводить враждебную политику против ирана вводят экономические санкции в отношении иранского народа в таких условиях никаких предпосылок для переговоров не существует это цитата опубликовано в российской газете но есть и другая информация эксклюзивно для наших зрителей с нами на связи по скайпу военно-политический эксперт алекс векслер здравствуйте господин векслер здравствуйте господин юровский ознакомьте нас с информацией из ваших источников мои источники они считают себя осведомленными источниками и из этих источников становится известно что уже около месяца начиная со 2 июля иранское руководство во главе с верховным аятуллой ирана али хомена и начали тайные контакты с представителями администрации белого дома целью которых является выяснить на каких условиях президент соединенных штатов дональд трамп будет готов пойти на возобновление переговоров между америка и ираном для достижения обратите внимание господин юровский для достижения подписания нового измененного договора по иранской ядерной программе источники обладающие эту информацию утверждают что на стол аятул их умений верховных аятул других вокруг него его клики легли самые реальные секретные документы о реальном действительном положении вещей в иране я вам скажу такую только маленькую вещь мне стало известно 10 минут назад вчера один иранский реал продавался нет извините 1 доллар продавался за 100 тысяч реалов сегодня через 24 часа уже за 112 тысяч реалов продается 1 доллар то есть в течение одного дня сколько 12 процентов инфляции это очень много и и исламские руководители стали понимать то что происходит и поэтому дали указание своим представителям через третье страны конечно это не делается напрямую пойти на контакты со соединенными штатами америки дело в том что они поняли что противостоять санкциям дональда трампа которые кстати еще не вступили в силу дело в том что они не в полной силе с момента вступления санкций в начале полном объеме это будет середине в конце августа в начале сентября режим аятул практически не сможет функционировать я уже сказал какова была вчера цена иранского реала и какова и какова сегодня я уже не говорю о другом я еще уже не говорю об эмбарго на поставку иранской нефти которое должно войти в силу приблизительно через три с половиной месяца где-то в начале ноября этого года так вот министр иностранных дел ирана мухаммад джавад зарев который кстати господин юровский является свояком бывшего государственного секретаря соединенных штатов джон керри сказал воскресенье это было двадцать девятого числа так это было вчера что у ирана я цитирую есть достаточно сил доказать соединенным штатам обратите внимание что они должны оставить в стороне их болезненную направленность по введению санкций красиво сказано не так ли очень красиво сказано что красиво сказано да 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 обратите внимание да я потом приведу к чему это ведет он так сказать сказал джавад что мы в иране верим что весь мир придет к выводу что америка должна будет справиться с ее постоянной политикой на применение санкций в качестве наказания и проявить больше желания компромиссом и переговором я цитирую министра иностранных дел ирана со вчерашнего дня это было вчера так вот информированные источники в том числе израильские источники например тик депка сообщает что сказанная завадом заривом который кстати я уже сказал является близким родственником бывшего государственного соединенных штатов его сын женат на дочке керри ему надо сказать было дано не случайно все эти заявления сказанное заривом было достигнут должно было достигнуть ушей министра обороны соединенных штатов америки господина джеймса мать иса который встретился в этот же день 29 июля то есть вчера в пентагоне вашингтоне встретился с министром иностранных дел о маном господином юсуфом бен алаве бен абдаллы и темой беседы между министром обороны соединенных штатов и министром иностранных дел о манах было опять цитирую ослабление напряженности в отношениях между сша и исламской республикой это тема переговоров которая была опубликована в оманский в оманский прессой здесь нельзя не упомянуть обязательно сказать что юсуф бен алаве бен абдалла встречался в умани две с половиной недели около трех недель тому назад в начале этого месяца с иранским министром иностранных дел джавадом зарифом и на этой встрече зариф попросил у омана как и в прошлом взять на себя обязанности посредника в переговорах между вашингтоном и тагераном нельзя не вспомнить что уман с успехом выполнял эти почетные обязанности в переговорах между сша и ираном на протяжении более чем трех лет 2012-2015 годах тогда тайные переговоры между америка и оманом велись в столице омана маскати эти переговоры как мы с вами знаем закончились подписанием договора между ираном и большой шестеркой но в мае этого года президент соединенных штатов дональд трамп отказался прервал и заявил о выходе соединенных штатов америки за этого договора опять информированный источник утверждает что на прошлой неделе дональд трамп дал своему министру обороны маттиуса зеленый свет на встречу с аманским министром иностранных дел и начать через этого представителя амана министра тайные контакты с ираном из этих же источников на сказать стало известно что также в данном конкретном случае ничего нового мы не видим потому что дональд трамп возвращается к той тихой тайной дипломатии своего предшественника барака албамы который также осуществлял тайные контакты с ираном при посредничестве омана я думаю господин геровский что в самые ближайшие дни станет известно куда больше информации о тайном как бы сказать принюхивание в данном случае между тегераном и вашингтоном и о том каким последствиям это может привести у нас на ближнем востоке или в персидском или в арабском заливе где как стало известно и вы тоже об этом знаете несколько дней тому назад 5 25 июля еминских сит из ракетами атаковали саудовские нефтеналивной танкер огромный но как стало известно из ряда источников и иностранных источников иностранных разведок планирование операции и исполнение осуществления проводилась под непосредственным указанием иранского иранских аятул исполнялась с иранского торгово-разведывательного судна савис кусиды по указанию судна савис выпустили несколько иранских ракет си 801 и си 802 по двум иранским нефтеналивным танкерам один из них самый большой танкер в нефтеналивном флоте арсан но он получил пробоину немножко выше и так сказать уровня воды и пробоина была два на три метра которую не взорвалась ракета потому что в случае взрыва ракеты экологическая катастрофа которая произошла в батель мандекс нельзя ее ни с чем сравнить потому что на этом корабле было два миллиона два миллиона баррелей нефти счастье что ракета не взорвалась внутри поэтому так сказать америка начинает тайные переговоры с ираном не знаю куда они приведут но ран уже с головы заранее по указанию верховного правителя от аятулла хаменаи как будто бы готов на изменение договора который из которого вышли соединенные штаты если это удастся это будет второй путь по которому идет дональд трамп скорее а теперь на примере кореи с исламской иранской республикой это то о чем я хотел рассказать ну что ж вы рассказали это очень интересная свежая информация она безусловно дополняет в какой-то мере конечно опровергает и сообщение официального органа российского михаил я вам скажу когда кто-то что-то опровергает считайте что на самом деле все это происходит если нет никакого отношения ни к какому вопросу когда появляется желание опровергать это для меня так сказать указание на то что за этим что-то стоит и не надо верить опроверге что дорогие друзья вы в очередной раз убеждаетесь что желательно очень желательно получать информацию из разных источников одним из этих источников безусловно должен стать и тонн тв если вы еще не подписались подписывайтесь на наш канал получайте свежую не ангажированную и объективную информацию от наших экспертов это была программа тема дня на канале и тонн тв в студии был михаил юровский напоминаем мы общались военно-политическим экспертом алексом векслером спасибо александр